С военно-патриотическим клубом бригады воспитанники социально-реабилитационного центра номер один знакомы уже порядка трех месяцев. В апреле соревнования по лазертагу проходили на полигоне клуба и вот теперь подобный турнир проходил непосредственно на территории реабилитационного центра. Перед этим бригадиры совместно с воспитанниками данного социального учреждения провели субботник, очистив территорию, на которой затем и прошел турнир. Хорошо с желанием играет, и на субботник все с желанием вышли, все работали, все как один. Им, во-первых, интересно, что дяденьки в камуфляже приезжают, общаются с ними, узнают, знакомятся, подсказывают. Все как один таскали листву, гребли, подметали. Было очень интересно. Дружба между бригадой и ребятами центра только завязывается и в планах проведения различных совместных мероприятий в ближайшем будущем. Очень хорошо ждали, готовились к этому. Я думаю, дружба наша завяжется, потому что они еще нам предлагают пройти небольшой зорницы, где они пройдут полосу препятствий. Это тоже интересно для детей. Они узнают свои способности, физическую готовность и будут участвовать в этой полосе препятствий. Планируем приехать уже, что в северную часть, что в южную часть, уже провести как бы мини-полосу препятствий. Тут же у них на территории. Ну, а дальше, когда у нас снег выпадет, это уже ближе, ну, осенью поздний, когда наш полигон уже можно будет спокойно задействовать, также будем приглашать их туда. Потому что первый раз лазертак они играли у нас именно на полигоне. Там был чай, печеньки и лазертак. С нетерпением и трепетом ребята ждали готовность лазертак-автоматов, расспрашивали модели оружия, долго не могли поделиться на команды, так как никто из них не хотел играть против друг друга. Но вот, наконец, началась экипировка. Каждому выдали привод-автомат и повязку с датчиками, а также прошел традиционный инструктаж. У каждого привода, кроме пулеметов, по 30 патронов. Каждый привод издает звуки, когда стреляет. Предохранитель, выключаем. Вот такие звуки. В магазине 30 патронов. Когда патроны заканчиваются, вот такой звук. Через 3 секунды, ничего не нажимая, происходит перезарядка магазина. Все, перезарядка произошла. Снова можете вести прицельный огонь. Команды разбрелись на боевые точки, и на счет 3 началась игра. Кульминация дня. Буря, эмоции от радости до отчаяния, от восторга до поражения, от победы до провала. Все играли, как настоящие бойцы, даже девушки. Мне стрелять понравилось, и хочу всегда попадать в них, потому что трудно. Очень нравится. Ну, вот так вот поиграть с ребятами на досуге. Очень классно. Командная игра, хорошая стрельба соперников. Да, в общем-то, все хорошо и отлично. Мне всегда казалось, что они такие одиночки, и у них совсем не развит командный дух. Это игра, это, мне кажется, лучшее средство, лучшее изобретение. Это безопасно, самое главное. То есть, никаких синяков от краски, от шариков. Все здорово. Дети бегают, дети радостные, спят крепко потом. Кушают хорошо. Все участники получили массу эмоций и заряд хорошего настроения, вне зависимости от того, как заканчивались сражения. В конечном итоге, как это и бывает в подобных турнирах, победила дружба. Продолжение следует...